Привет! Я уверен, что каждый из вас слышал о таком понятии, как клиническая смерть. На данную тему есть множество рассказов как ученых, так и людей, которые ее пережили. Стоит упомянуть, что рассказы про клиническую смерть бывают разными. Одни говорят, что видят свет в конце тоннеля и чувствуют умиротворение. Другие рассказывают о том, как они за доли секунды увидели, как прожили свою жизнь. Но все же, успевает ли человек понять, что он умирает? Что по этому поводу говорят ученые? Давайте разбираться. Сам момент смерти довольно сложно распознать. Но исследования, которыми сейчас занимаются многие ученые, показывают, чем ближе люди подходят к порогу смерти, тем больше организм выделяет веществ, связанных со стрессом. У больных раком, а может и у других людей, растут маркеры воспалительных процессов. Эти химические вещества свидетельствуют о том, что организм борется с инфекцией. Что касается всплеска эндорфина в крови, об этом ничего не известно, потому что никто до этого не исследовал этот вопрос. Впрочем, проведенное в 2011 году исследование показало, что в мозге шести умирающих крыс в три раза повысился уровень серотонина, химического вещества, которое, как полагают, способствует ощущению счастья. Нельзя исключить, что нечто подобное происходит и у людей. Это интересное предположение и технология измерения уровня эндорфина и серотонина у человека уже есть. Более проблематично провести повторный анализ крови в последние часы жизни человека. Кроме того, нет никаких доказательств того, что обезболивающие, например, морфин, могут препятствовать выработке эндорфинов. Смерть не всегда сопровождается болью. Также стоит упомянуть, что если человек не страдал от боли до того, она не обязательно появится в момент смерти. Наш мозг имеет несколько возможностей, как преодолеть сильную боль. Вот почему солдаты на поле боя часто не испытывают боли, когда их внимание отвлекают. Исследовательница Ирэн Трейси из Оксфордского университета продемонстрировала удивительную силу плацебо, а также ожидания и религиозных убеждений в преодолении боли. Медитация также может помочь. Но что еще, кроме эндорфинов, может вызвать эйфорию перед смертью? Постепенное угасание организма сказывается и на мозге. Возможно, каким-то образом это влияет на наши чувства в момент ухода из жизни. Американский нейрофизиолог Джилл Болтер Тейлор рассказал о своей лекции на TED, как во время инсульта она пережила эйфорию и даже нирвану. У женщины отключилось левое полушарие мозга – источник логического рационального мышления. Впрочем, повреждение права полушария также может вызвать ощущение приближения к Творцу. Буддисты считают процесс умирания священным, веря, что момент смерти создает огромный потенциал для сознания. Они расценивают переход от существования к умиранию как наиболее важное событие жизни, как точку, когда вы переносите карму из этой жизни в другие. В конце концов, каждый уходит из жизни по-своему. Предугадать, у кого он будет тихим, невозможно. Некоторым людям всплеск эндорфинов не особо и помог. В конце концов, мы очень мало знаем о том, что происходит, когда кто-либо умирает. После 5000 лет изучения медицины мы можем рассказать вам, как люди умирают в случае утопления или сердечного приступа, но не знаем, как умирают от рака или воспаления легких. Единственное, что мы можем, это описать то, что происходит снаружи. Вот такие его дела, друзья. А на этом все. Пока.